Я тут уже сразу наметил несколько таких направлений, которые нам придется изучать. То есть восприятие реальности, что такое мое желание, свобода воли, где она находится и так далее. То есть нам придется совсем поменять нашу ориентацию, начинать изучать вот эти все предметы. Это не предметы, это в принципе не так много. Это не много, но это надо изучать, это надо углубляться. И это, естественно, очень серьезная лабораторная работа, в которой вы проводите занятия именно на себе. Все вместе, все человечество. И от этого никуда нам не уйти. Я надеюсь, что я смогу принять еще в этом участие. В крайней мере, в ближайшие годы это где-то должно начать реализовываться. Без этого человечество все равно не обойдется, но обязано будет таким образом строить себя. То есть для того, чтобы построить себя вот это окружение, мы действительно должны как-то понять, что это за окружение, как оно воздействует на человека. То есть есть где-то это описано все? Это отчасти описано в наших методиках. Базируется все это отчасти в антологии, в теориях Вернадского, других ученых. Очень много сегодня есть на эту тему научных статей. И у нас на сайте взаимное поручительство это все постоянно обновляется, излагается и приближается к такому состоянию, когда это действительно уже можно будет реализовывать. То есть вы видите, что в ближайшее время будет у людей, пока она не наблюдается, будет тенденция именно к изучению вот этих всех предметов? Не о тенденции даже, Михаил. Я говорю о необходимости. Настоятельная необходимость, потому что жизнь заставит. То есть люди почувствуют в этом необходимость, в изучении вот этих вот вещей, которые мы говорили? Да. Люди почувствуют необходимость в выходе из кризиса в объединении. Они почувствуют, что иначе кризис не преодолеть. А дальше они уже начнут, окей, надо объединяться теперь. Степенно начнут понимать, что об объединении говорится именно в этой методике, которая называется методикой достижения взаимного поручительства. Взаимное поручительство. Это та система связи между нами, которую мы должны выстроить между собой с помощью внешнего окружения, внешнего влияния на нас. То есть система поручительства – это как система природы. Это природная система. Как вот наш организм, он находится в системе поручительства. Там работают все клетки, органы. Наша правильная взаимосвязь между собой называется взаимным поручительством. Только мы должны достичь этого на уровне наших желаний и мыслей. Сознания, мыслей, понимания, осознанная необходимость.